здравствуйте уважаемые десятиклассники продолжаем изучать историю россии ссср видео урок 9 тема военный коммунизм на прошлом занятии мы с вами изучили вопрос темы вопросы темы гражданская война причины гражданской войны ее ход почему обострилась ситуация в стране настолько что страна перешла гражданской войне то есть на фронтовую стадию военный коммунизм он как раз вытекал вот эта политика военного коммунизма из обострения ситуации в стране которое привело к переходу гражданской войны на фронтовую стадию то есть весна начала лета 1918 года здесь дело не столько в заключении позорного брестского мира здесь дело еще в том что отношение к новой власти стало меняться даже в среде ее главной опоры рабочих в петрограде после выхода россии из первой мировой войны закрывались многие заводы прежде всего ориентированные на военные нужды то есть переведенные ранее на военные рельсы закрывались заводы значит рабочие теряли работу а что значит для рабочего потерять работу они теряли средства к существованию в крупном мегаполисе что еще делать огромным массам рабочих экономические преобразования большевиков привели к еще большему расстройству хозяйства в городах начинается голод кое-где приходилось силой разгонять демонстрации голодных рабочих в советах активизировались меньшевики и эсеры новые режимы они иронически называли диктатурой над пролетариатом советы где при перевыборах весной 1918 года получали преобладание противники большевиков разгонялись реальная власть переходила к разного рода революционным комитетом либо местным чрезвычайным комиссиям еще в конце февраля 1918 года на фоне германского наступления совнарком решил перебраться из петрограда в отдаленную от линии фронта и более спокойную москву в середине марта съезд советов узаконил перенос столицы для борьбы с голодом в москве петрограде и других крупных городах большевики ввели продовольственную диктатуру они учитывали опыт государственного контроля за распределением продовольствия который за время мировой войны был накоплен царским государством то есть царским правительством а также опыт который был накоплен в Германии и опыт временного правительства торговля хлебом вне государственных контрольных органов запрещалась государство организовало прямой товарообмен городов с деревней в обмен на излишки продуктов крестьяне получали промышленные товары но так было в теории а на практике в деревню направлялись вооруженные продовольственные отряды которые подчистую изымали хлеб те кто пытался торговать в городах продуктами их называли мешочниками вылавливали и отстреливали расстреливали на месте организовывали заградительные отряды для тех кто вез зерно или муку для продажи в города продовольственная диктатура не могла опираться на крестьянские советы многие из которых были под контролем эсеров и в июне восьминадцатого года в ЦИК постановляет создать комитеты бедноты так называемые комбеды которые помогали изымать хлеб у середняков и кулаков Яков Свердлов призывал расколоть деревню на два непримиримых лагеря и разжечь в ней гражданскую войну не надо было ничего разжигать и гражданская война разожглась сама собой с января 1919 года изъятие хлеба происходило в соответствии с декретом совета народных комиссаров о продовольственной разверстке в понятиях и терминах мы рассматривали этот термин продразверстке исходя из данных о размере посевных площадей урожайности а также запасов прошлых лет для губернии и властей вводились размеры обязательных поставок хлеба и фуража затем разверстка распространилась практически на все виды продуктов плод до молока и яиц получалось что советская власть дала крестьянам землю но лишила их плодов собственного труда то есть все что на земле выращено военный коммунизм эта политика просто напросто силой отбирала продовольственная диктатура была частью экономической политики большевиков которая эта политика и получила уже практически сразу политику военного коммунизма важнейшая сторона политики военного коммунизма стала национализация промышленности которая развернулась в июне мая и июня 1918 года управление промышленностью строилось через специальные учреждения главки главнефть главодежда и так далее эта система получила название главкизм еще одна черта военного коммунизма это свертывание товарно-денежных отношений запрет частной торговли административное распределение товаров и услуг а именно пайки карточная система квитки на те или иные услуги на этом фоне для рабочих отменялась плата за транспорт и за коммунальные услуги для всех граждан РСФРСР устанавливалась трудовая повинность на предприятиях вводилась строгая дисциплина практику под названием субботников и воскресников входили дополнительные рабочие дни задание на дом ответит на несколько вопросов у их три первый чем объяснялась острая нехватка продовольствия в городах весной 1918 года второй вопрос как большевики решали эту проблему третий вопрос а характеризовать особенности политики военного коммунизма и можно ли было как то решить проблему по другому без установления продовольственной диктатуры спасибо за внимание до свидания до свидания у